Продолжение следует... У нас сейчас какой-то урожай красивых женщин на пляжах, и начинаешь понимать, что появление красивых женщин предвещает появление молодых учёных, молодых поэтов, прекрасных художников, писателей, потому что... Ну ради кого? Ради чего? Только ради этого! Ну давайте, если уж вы это понимаете, только ради этого. Так я начал писать. Очень мне нужно было писать. Лысый, толстый, некрасивый. Но надо же было, как говорил один композитор, главное мне её к роялю подвести. Так и я говорю. У меня вот этот рояль, вот этот рояль. И вот главное, ради кого? Когда есть ради кого, ты становишься талантливым. Ты начинаешь как-то выделяться из этой толпы одноликих мужчин. Ты чем-то должен завоевать. И вот появление красивых женщин, которые сейчас тоже на улицах Москвы, они, правда, скрываются под именем гламур, там поддутые что-то, надутые что-то. Но надо проверить, всё ли поддутые, не всё ли поддутые. Можно даже проверить. Вот появление этих женщин просто повлечёт за собой. До высоких зарплат, до вот этих попыток золотом заманить, это смысла особого не имеет. Только вот это ощущение жизни. И вот я хочу сейчас прочесть, ребятки, к 23 февраля о мужчинах. Я всё время пишу о женщинах, потому что без них. А тут о мужчинах. Мы мужчины, наш день 23 февраля. И наши милые дамы в опасной сутолоке покупают нам одеколоны и зажигалки, а для бедных мужей носки и плоскогубцы. Мужчины народ думающий, принципиальный, без чего бы то ни было лишнего. Стоит мужчина на своём, мыслит всё время, часто мрачен, по ночам вздыхает, ворочается, руки разбрасывает, защищает кого-то, ответственность несёт. Шепчет ему, как женщине, сними с себя, имея в виду ответственность, плечи освободи. Но не выбежать ему из семьи, не побежать по улице к морю, не уехать поездом, не взлететь с соколом. Три женщины, жена и две дочки, все дети его. Это почти стихи. Вы слушайте. Вы слушайте. Все дети его, три женщины, ворочается во сне, крепит, зубами щёлкает заводскими, руками роет постель свою, жену беспокоит бессмысленно. И страна на его плечах с претензиями. Налоги давай, НДС, ФСБ, МВД. Хотят, ребята, хотят. Только им сотрудников кормить, а ему детей. Плати, корми, одевай женщин своих и на государство отчисляй. А много у государства забот, заседаний тревожных, съездов опухших. Решений ошибочных, ракет неисправных. И люди огорчают. Гибнут люди. Платить надо семьям. Отдай часть, отними у своих. Будь добр, мужчина. Он часто мрачен. Мрачен даже не часто, а всегда. Ест, что попало, пьёт, что попало. Спешит, звонит, широкоплечья, озабоченный. Если заработал, спортзал идёт. Потратит на себя что-то. Отвлечься до изнеможения. Почему спорт сейчас так любят? Вот такие мужчины. Отвлечься от всего. До изнеможения. До потери сил. Только это помогает. И пиво с мужчинами спортзальными пить бесшумно. Хорошо сказано. Пить бесшумно. Спортсмены. Твёрдая рука, крепкая фигура. Хорош он вне дома, вне семьи. Почти без недостатков. Красив, в очках. Даже стихи какие-то. Но для этого нужна женщина внимательная. Не посторонняя, что дома ждёт. А внимательная. Которая бы вскрикнула. Вот это место повтори мне, Игорёк. Повтори ей. Но опасно. Не потянет он ещё одну женщину. Хоть и внимательную. Не отодвинешь её потом. Вот если бы, скажем, на период с 23 февраля по 8 марта. Но кто же на это пойдёт? Да и плечи уже болят от ответственности. Поэтому пьёт он бесшумно пиво с мужчинами разными. Молча выбирает друга себе из сдержанных. С кем можно и на эту тему поговорить. Жалеет он. Куда ж девается всё это солнышко в виде любви? Руки, покрытые поцелуями. Его мужской руки. Теперь губами только разговоры с претензиями. Руками только рукопожатие. Здоров-здоров. А женский поцелуй, в котором и есть главная любовь, ушёл из отношений. Вначале делаем любовь. Потом ею и занимаемся. Пыхтя по праздникам. 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 7 ноября. Мужчина кормящий. Сейчас будет хорошо сказано ещё раз, ребятки. Мужчина кормящий. 10 часов на работе в поисках выхода. 3 часа в пробках без радости от машины. 7 часов во сне с двумя перерывами на тревогу. Мужчина мыслящий. Не пошевелится. Связан телефонными обещаниями. Пунктуален. От этого не ходит никуда. Всё перевернулось. Не вычислить время. А опаздывать не может. Значит, и не богат. Порядочность ценят, а использовать негде. Кого надувает реклама? Таких вот лохов, которыми сейчас называют порядочных. Остались люди рыночные, что покупают, перекупают. Кому нужна эта судорожная, блефующая личность? Я заканчиваю. Мы ведь о мужчинах, что своими крепкими руками не могут свести концы с концами. Пожелаем же им хотя бы собеседника. Выпьем за них немного. Немного женского сладкого вина, чтобы почувствовать и оценить защитника. Благодарю. Я жду появления в России женщины лет около сорока пяти. Стройной, ухоженной, ненакрашенной, ироничной, насмешливой, независимой, седой девичьей прической. Пусть курит, если ей это помогает. Пусть будет чьей-то женой, если ей это не мешает. Это не важно. Её профессия, эрудиция второстепенны. Но возраст не меньше сорока пяти. И юмор, и царапающая насмешка, и непредсказуемость, и ум. Всё вместе в одной нередкость. Одно порождает другое. Такая женщина – огромная ценность. Она вызывает в мужчине то, что не употребляется в сегодняшней жизни. Честь, достоинство, даже совесть, неприменимую в наше время. Твёрдость слова и всё прочее, что не имеет значения. Во время периода полового созревания целой страны. Как у нас сейчас. Но очень важно. Та, о которой речь и услышит, и поймёт, и ответит, и научит. И главное, ей есть что вспомнить, как и вам. Какое чудесное минное поле для совместных прогулок. У нас в России такие женщины были. Отсюда они выехали, а там не появились. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...